В дежурную часть УМВД России по Костромской области от местного жителя поступило заявление о противоправных действиях со стороны знакомого, который обманом и злоупотреблением доверия завладел его деньгами. Молодой человек пояснил, что передал более 600 тысяч рублей председателю одной из общественных организаций, предложившему ему решить вопрос в правоохранительных органах о прекращении против него уголовного дела. Получив деньги, знакомый перестал выходить на связь. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Установлено, что подозреваемый на протяжении нескольких лет на территории областного центра снабжал иностранных граждан поддельными паспортами и миграционными картами, а также фиктивной регистрацией. По словам потерпевших, за услуги он брал плату в размере от 30 до 200 тысяч рублей. Далее в полицию поступило еще одно заявление в отношении подозреваемого от генерального директора компании, специализирующейся на организации концертов. Потерпевший пояснил, что он обратился к указанному гражданину с просьбой помочь с поиском площадки для выступления и местом проживания артистов на время гастролей творческих коллективов и даже перечислил на указанный им банковский счет более 6 тысяч евро. Получив деньги, злоумышленник перестал отвечать на телефонные звонки. Сотрудниками ОМВД России по Костромской области во взаимодействии с представителями ФСБ региона при силовой поддержке Росгвардии подозреваемый был задержан. В ходе проведения обысков по месту жительства фигуранта наши сотрудники изъяли документы, в том числе договоры и миграционные карты с признаками подделки, а также печати. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.